Урожаи сельскохозяйственных культур и плоды недостаточной профилактической работы с молодежью. Эти темы стали главными в повестке дня еженедельного совещания у главы Чуваши. Зима, крестьянин торжествует. В этом году зимняя погода пришла в республику в середине осени. У крестьян было больше поводов для волнения, чем для радости. Однако, судя по всему, все обошлось. Как и в целом по стране, большую часть урожая в регионе успели убрать. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. Намолочено 574,5 тысяч тонн зерна. В прошлом году было 409 тысяч тонн. При урожайности в этом году до 22, в прошлом году 18 сантиметров с гектара. Наибольшую урожайность достигли в Урнарском, Красноармейском, Ядринском и Чебоксарском районах. Зимые культуры в большинстве районов тоже посеяли в запланированном объеме. Конечно, как на них сказалось, непогода точно станет известна весной. Однако, ледяной дождь затронул только треть территории республики. К тому же, по словам специалистов, растения уже впали в анабиоз. Так что серьезного ущерба осадки нанести не должны. Зато серьезный ущерб здоровью, а то и жизни могли получить более сотни молодых людей. На прошлой неделе правоохранительные органы предотвратили в Чебоксарах массовую драку. 22 октября многочисленные группы молодых людей собрались на улицах Гагарина и Калинина. Сейчас прояснились некоторые обстоятельства. Когда было задержано 111 молодых людей, все они были доставлены в разные отделы полиции города Чебоксары. Мы знали об этом в планируемом сборе. Естественно, что и позволило в свое время отреагировать и в местах концентрации их не допустить, собственно говоря, столкновения, содержать их на опережение и дальше проводить с ними профилактическую работу. Профилактической работой теперь займутся не только представители правоохранительных органов. Возраст молодых людей от 15 до 20 лет. Среди них ученики разных школ столицы и студенты практически всех чебоксарских вузов. Ректор кооперативного института отметил, вычислять потенциальных зачинщиков и принимать превентивные меры не так просто. И вот почему. В связи с принятием законно-персональных данных органы внутренних дел сегодня не направляют в учебные заведения данные о тех студентах, которые совершили правонарушение. Впрочем, задержанных сложно назвать злостными нарушителями порядка, отмечают ректоры. Практически никто из них раньше в поле зрения полиции не попадал. Среди этих ребят мы не могли найти ни одного злостного прогулечка. Вот у меня, например, шестерых человек, два человека в ходе состав студенческого совета. Есть ребята, которые активно занимаются спортом. Это нормальные дети, нормальные подростки. Но, к сожалению, ощущение причастности и, может быть, коллективизма, ложно понятое, могло бы привести к очень плохим последствиям и к возможному привлечению к уголовной ответственности. Так или иначе, пока ничего, инкриминировать задержанным молодым людям нельзя. Они уголовных, ни даже административных дел на них, скорее всего, не заведут. Зато их ждет разговор с родителями и работа со специалистами по месту учебы. Михаил Игнатьев поручил взять дело под особый контроль и всерьез заняться профилактикой. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.